у нас дома тихо мы работаем я вот только что посмотрела фильм мои так я смотрю каждый фильм спешу вот так вот по минутам и и включая в отчет поражаюсь такие интересные фильмы ну вот 12 мая этот фильм посмотрела всего 848 человек почему когда какой-нибудь дядька 40 минут приколачивает вагонку или пили доску его смотрит полтора миллиона а катя у нас ой ты пидошечки катя тоже старается работает у нас потому что она у нас священное животное она формирует мир и благополучие в нашем доме но мир уже есть благополучие вот она только старается андрей викторович с утра до вечера как вскакивает в 7 утра так сразу садиться сейчас андрей викторович делает тайную работу о которой мы потом расскажем если все получится сегодня 20 мая сегодня была первая ночь в этом году когда мы не включали отопление а еще какие новости связи с тем что зеленский сегодня перестал быть президентом ну тоже новость тоже и погиб рейс рейси рейси президент персии слушай а вот есенин ездил в персию еще в двадцатых годах это было как у них статус какой был персия шаганы это моя шаганы потому что я севера что ли у нас мало кто задумывается о том почему сорок третьем году конференция проводилась в тегеране вот а потому что тегеран несмотря на то что был формально независимой страной он был под протекторатом российской империи и советский союз после развала империи он сохранил свое влияние в персии и в тегеране стояли советские войска там были наши военные базы то есть по сути дела иран сорок третьем году находился под оккупацией ссср но хотя это не было не был захват и так далее просто наши дружественные вооруженные силы за защитой назовем это под защитой но очень под протекторатом до иран был тогда полностью в орбите влияние ссср было как еще одна еще тогда когда у них были вот все это вот было а светская потом 45 году когда черчилль розовит и сталина собирались на аналогичную конференцию но уже в ялте договорились что россия оставит иран то есть был такой обмен когда даже не не помнит уже этого даже не все знают где вообще тегеран находится ну да а так если бы ничего не изменилось если не прислали бы идти на компромиссы с западом когда мы получали польшу румынию венгрию и болгарю и так далее иран возможно я не исключаю что он ваш вошел бы в состав советского союза хотя ну неформально ну вот как монголия как монголия да тоже ли сколько у нас это было бы выросло в монголии сколько людей работал в монголии и это было бы светская республика потому что никакой революции религиозной исламской там не случилось бы и там до сих пор была бы вот нормально абсолютно жизнь без этого мракобесия без религиозной полиции и так далее там была бы жизнь они живет за границей от излепейджана сразу получается то есть они совсем рядом от нас ближе чем сирия например нас из астрахани на теплоходе на подводных крыльях до ирана шуршать по морю там несколько часов можно прямое сообщение устроить так получается что вот когда есенин ездил тогда просто были еще такие вот близкие связи продолжающиеся как правильно пишется иран или ирак спрашивают девушки помнишь нас просто очень сильно потеснили с ближнего востока свое время там же и там и там арабы или что там кто там нет там не рабы не надо путать иран и ирак никакого отношения к рабам не имеет особенно иран потому что иран он там процентов на 20 европе войны потому что перс они европе войны они очень сильно разбавлены как бы вот как раз пришлыми людьми вавилонянами вот иракцами коренными но вообще-то вообще-то это белые люди с голубыми глазами со светлыми волосами их там много у них же там это фетиш практически самоваров них там на каждом углу самовары стоят они из самоваров чая наливают чай любят очень крепкие были связи культурные с россией там очень много жилы людей которые называются хазарами то есть хазарские племена и они никакого отношения не имеют ни к евреям ни к иудеям они тоже нет конечно потому что хазар это значит каспийское море это одно из названий каспийского моря хазар это каспий так вот и логично же у нас азербайджан как раз на каспий то есть это вот просто одно из племен называлась хазары да получается или они не понимают типа рязанцы вот рязанцы живут в рязани не рязанцы до азарцы хазары это люди которые обитали вот в бассейне к спискам черноморцы например да услуждая было хазарское ханство но никакого отношения к иудеям она не имела путешественники те же они отмечали что в дербенте железные ворота там была очень большая община и поселение людей которые исповедовали иудаизм но этот были местные кавказцы вот это так они никуда не делись они живут я к ее евреи ты и остались до пятиготск там вот это все а вот эти вот страшные сказки про хазаров которые захватили там крым всю там это саму северное причерноморье даже киев вроде бы они свои основали хазары и вот эти сказки про страшных хазар которым там ходил а там отомстить игорь это все фольклор получается потому что даже хазарских городов не нашли ну нашли чего-то там даже ну явно что времен античности с мозаиками там и так далее но не там же нет ни одной надписи о том что это хазаре тоже люди тщетно пытаются найти хазарские письменность хазарский язык раз был такой народ хазары был такой хазарский каганат он турецких историков спросите даже турецкую википедию откройте и почитайте о хазарском каганате знаете у турок он так и записан в википедии хазарское ханство кстати надо просто открыть турецкий язык википедия и путь от счастья я вот люблю считать тоже от твоей подачи немецкую википедию или английскую выбирай просто язык и она автоматически переводит очень интересно когда не могу найти в своей открывали другую а евреи они рады они вот эту историю поддерживают потому что им выгодно утверждать что там их предки жили на кубани там типа это все было их хазаре всю астрахани считают своей иудейской хазарской и красного краснодар и ставрополь и дербент этот и и киев тоже это слушает а как вот это самое поляки тоже считаю что ничуть не до урала были собственниками не было так мало ли кто-то упоминался когда допустим находят вот римскую империю там же тоже вот находят мозаику тоже не написано на мозаике рим не там же тоже они просто предположение делают также как и прошу мер про которых мы вчера вот начали смотреть все что мы знаем о шумерах или сумер все подчеркнуто из одного единственного источника который никогда не подвергался критики этот источник некий джон смит который ну понимаете джон смит это иван кузнецов то есть вымышленный персонаж хотя он вообще на самом деле имя вымышленное потому что он был осужден великобритании за подделку монет он был фальшивомонетчик вот он очень хорошо владел своим ремеслом а когда лорд лаярд якобы нашел 50 тысяч глиняных табличек и привез все эти 50 тысяч глиняных табличек с клинописью привез в лондон и там этот самый якобы джон смит переводил вот эти вот откуда у него знания и навыки перевода неизвестных записей а таблички реальны или их тоже сделали в другом подвале так в том все и дело что никто не не сохранилось достоверных свидетельств того что таблички были привезены именно из территории шумеры лаярд был там якобы нашел библиотеку в которой были собраны таблички к клинописные якобы их привез на корабле все в лондон и там в лондоне они там вдвоем со смитом переводили и оттуда мы знаем всю историю шумера про всех царей я задам я задам глупый вопрос но наверное еще несколько может быть девочек такой же вопрос зададут где локализуется считается что шумеры жили где территориально на территории современного ирака ирака да ирак вот там где озеро тартар мало кто знает что такое озеро есть она есть это озеро одно из немногочисленных озер и вот гидрогеологи они как раз восстановили картину прошлого именно древнюю географию этого региона и выяснилось что это остатки сточного моря внутреннего моря подобного аральскому или каспийскому и благодаря которому это был цветущий край где было огромное количество оазисов и даже лесов где были полноводные реки полные рыбы вот это была благословенная земля поэтому ничего удивительно что там реально цивилизация существовала очень давно и было достаточно развитая одна из тартарий получается могла быть там но то что у них сохранились в языке эти слова это свидетельствует о том что ну реально они как бы как минимум ровесники того образования которое нам сегодня известны как великая тартария были ли они частью тартарии ну может быть а может быть и нет но об этом ничего нет об этом ничего не известно потому что письменность у нас считается сейчас достижением высокоразвитых цивилизаций но это может быть и не совсем так потому что вполне могли существовать патриархальные общества достаточно долго и достаточно успешно не имея никакой письменности она людям просто была не нужна а теперь когда объявлено что письменность это признак цивилизации все пытаются найти у себя из источники письменности нас якуты уже которое десятилетие ищут на на древних бивнях мамонтов на древних костях моржовых там какие-то царапины и вот как а у нас была своя письменность но ничего не получается не складывается это все случайные царапины которые никак не не систематизируется не 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 удается доказать что это письменность и куска древние не было у них письменности она им не нужна она была им не нужна все что им нужно было передать достаточно было иметь в головах ну и были это когда был такой период когда вот помнишь мы читали вот я у тебя я лично своей книжке читала что могулы у них письменность была буквы уйгурские, да? Они заимствовали систему записи своего языка у уйгуров, потому что у уйгуров она уже появилась, а у тартар ее не было. И а как вы это делаете? Ух ты, блин, значками же можно писать слова и фразы. И начали писать. И вот, и все. И как бы все нормально. Кто-то был один из первых, кто начинал писать. Но по поводу клинописного письма, это, мне кажется, абсолютная такая залипуха. Она ну, очень дурно пахнет эта идея. Потому что все... Там можно придумать свой просто язык из этих вот значков, да? Так вот, в том-то все дело, что Смит, он, скорее всего, эти таблички не расшифровывал. Он их изготавливал. Такое огромное количество табличек, они все якобы привезены из Ирака. Скорее всего, они были изготовлены прямо там, в Англии. Он их не переводил. Он их создавал. И уже по определенной системе. То есть, они уже... То есть, ему сказали, что надо делать. И он писал уже готовые тексты на выдуманном языке. На выдуманном языке, да? То есть, получается, это все... Цель, по сути, одна и та же, да? Застолбить, оторвать, вот от центра, например, да? Сделать отдельные государства. В Ираке реально были вот эти вот все барельефы, которые мы вчера вот фильм Миши начали смотреть, но не до конца только досмотрели. Были, но они не были древними. Они ровесники аналогичных изображений Средиземномолия. Да вон мы... Помнишь, чтобы в Череповце, в Краеведческом музее видели это... Чугунная плита с барельефом, какая шикарная. Говорят, что ее сняли с какого-то якобы там монастыря лица. Конечно, там изображения ничего не имеют общего с религиозными. Но при этом они очень похожи на барельефы вот шумеров тех же. Ну, это... Или египтян. Здесь не надо искать заимствование, потому что люди, где живут, тем и дышат, изображают что-нибудь свое. Ну, да. Другой вопрос, что обломки белокаменных сооружений на территории Москвы и Московской области. Они ровесники тем обломком, который находят в Греции. Они ровесники. Ну, это все. Где-то 13-15 век. 13-12-15. Ну, с небольшим разбегом. Может быть, где-то там в Греции или в том же в Ираке где-то что-то старше, что-то младше. Может быть, у нас чуть-чуть попозже это появилось. Но они на тысячелетия. Да. На десятки, сотни лет, может быть. Потому что у нас многое привнесено с Запада. И что вот этого стесняться, и что этого стыдиться, я не понимаю. Никто же не стыдится того, что мы пользуемся компьютерами, которые сделаны в Китае. Сделаны там. Да. Хотя по факту изобрели-то мы. Изобретение, приоритет всех изобретений у нас. Телевидение у нас, подводная лодка у нас, телеграф у нас, электричество у нас, радио у нас, электронные лампы у нас. Ну и любим мы руками делать. Синтезатор, мобильный телефон, все у нас изобреталось. Но сделано там. Не любим мы руками работать. Не то, что не любим. У нас своя система взаимоотношений, она вот такая. Вообще, я хотела одну минуту снять, а получился целый разговор. Но иногда у нас разговоры такие интересные получаются, что я беру камеру, потому что мне жалко это упустить. Любой человек может задать этот вопрос, либо почитать что-то или посмотреть. Но люди предпочитают почему-то спорить или хотя бы спросить. Вместо того, чтобы сразу наезжать, да кто ты такой? Почитай лучше вот этого парня популярного. Пишите, пишите. Не отвлекайтесь. Так, а Маке сколько будет стоить? А я не знала, пока будет. Елена Игрина терроризирует весь город Вильск в первую очередь компанию Вильти. За все? Мы, чтобы журнал не трепать, мы заказали печать листов. 62 рубля стоит каждый листик. Но мы подумали, что это важно, потому что мы сделаем папку, такие будут листы, дальше будет идти распечатка, а дальше будет информация, которую нам удалось добыть. Где-то там Елена Игриевна мучает Юлю с красками. Вот мы даже смотрим уже дом Переславля-Залезский. Видишь, слишком белый. Мы такой белый не хотим. Нам нужен тон. Black Life Meta? Вот такой вот. Я бы сказала, что для пофоток, я бы даже вот на этот пошла. Нет, это желтый будет. Вот этих два. Ну. Какой из них? Этот? Нет, пониже которого. Вот этот? Чтобы он не был очень белым, да? Ну. Ну, кстати, да, вот неплохо второй вариант. Шел третий час выбора краски. Юля нам еще близка потому, что все детство она играла в школе в деревне Горы, которая сейчас заброшенная. Она застала, когда ее только-только еще освободили, она говорит, там были парты, все брошенные, оставленные, они там играли. Ну, вот, к сожалению, после этого дом почти умер. А ее тетя, Зоя Федоровна, она родилась в нашем доме и есть в журнале записи. Поэтому я к Юле пристаю. Угорь ничего. Да, потому что Зоя Федоровна, к сожалению, умерла. Мы вот не успели застать она совсем недавно, да, вот в апреле. Дети ее в Казахстане живут. Она вышла замуж за мужчину по фамилии Сарсенбаев. Увезла нашу породу туда, в Казахстан, улучшать. Все потом запишу в журнал. Такая же гайка. Это капец какой-то. Короче, у нас отвалилось другое колесо. Денис, что у нас из-за депутата, в кем-бас. 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 Как-то однажды я это уже снимала. Что, от самой идёт? Улыбное колесо у нас. Самое ездит. Не можно, не можно. Не можно. Истинный такой Простой. Не ценишь зачем Дом и век и свой Весны не имеет День и час любой Сколько раз Будет утро, день и вечер Мы приехали. Слава тебе, господи. Слава тебе, господи. Повернись со мной. Слава тебе, герой. Поставил колесо и мы хоть медленно, но телепали с дозором. Будем дальше репетироваться. Губернаторский центр Архангельской области Участвует финансово в создании экспозиции, Посвященной истории Судоромской больницы, Находившейся в доме с 1930 года И судьбам жителей села, Родившихся в этой больнице. Второе. Это фонд президентских грантов, Который поддержал поисково-исследовательскую И экспедиционную деятельность Дома сохранения истории игрок.